Здарова, народ! Давненько не виделись. В последнее время мы частенько говорим про предметы, которые либо являются абсолютной имбой, либо заслуживают куда большего внимания, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня я предлагаю вам разобрать один из самых спорных предметов, который я бы даже отчасти мог бы назвать мертвым. Урнов Шэдоус долгое время буквально заполонял все паблики, однако сейчас заметить предмет можно едва ли в одной игре из десяти. Казалось бы, предмет имеет маленькую цену, имеет юзабельную обилку и дает неплохие статы за свою цену. Фактически урна по-прежнему считается жизнеспособным предметом для героев поддержки в определенных матчах, которые спамят заклинаниями и полукерри, однако могут быть случаи, когда его не так часто покупают. Во-первых, в команду вы можете получить только одну урну, ибо вторая попросту не будет получать заряды, что как бы ударит по натворцу вашей команды. Бонусом статы, которые дает предмет, сильно уступают другим айтемам. Почти за тысячу золота вы получите всего два стата, два армора и полтора ман регена. Да, конечно, самое главное тут активка, которая при применении восстановит вам, либо вашему тиммейту 250 здоровья, а противнику нанесет 150 урона. Это очень круто, но учитывая тот факт, что сапы вначале тратятся деньги на расходники, то предмет после тапка появится, дай бог, в минуте к 10-12. Да и тут есть еще одна загвоздка. Почти половину стоимости предмета составляет рецепт. По большому счету вам придется отдать почти 400 голды ради бумажки, которая сделает из так себе маски и кольца так себе урон и ну ок хил в первые 15 минут игры. Как правило, урну покупают персонажи поддержки. Как я и сказал выше, урна достаточно универсальный артефакт. Казалось бы, неплохой айтем за 900 тугриков, который за одно использование может восстановить на начале игры половину хп вашему кору, а врагу доставить неприятности своим выжиганием. Но почему предмет, имеющий лоукост и хорошую обилку, перестал быть популярным? Все дело в мете. Да, мета беспощадна и может в любой момент поменяться и убить вашего любимого героя или предмет. Но как так поменялась мета, что такой прекрасный на бумаге предмет перестали рейтить? Сейчас расскажу. Одним из критериев являются патчи. Предметы и герои то режутся, то апаются, а некоторые даже удаляются. А урна на протяжении уже нескольких патчей либо нерфится, либо в лучшем случае остается неизменной. Что мы имеем? Доты меняются. Меняются спелы героя и многие из них усиляются. А предмет остается неизменным. Так еще и время от времени теряет свою актуальность. Раньше у урны было применение в тысячу рейнджи, что давало возможность безопасно кинуть ее в файте и не потерять позицию. Тем самым сбить условный блин к врагу или подхилить своего союзника. Как говорилось ранее, урна собиралась в основном на саппортов. Давайте посмотрим на саппов, которые пикаются сейчас и почему на них не собирается урна. Дизраптор, андаин, мирана, клокер, цемка. Возьмем в пример условного андаинга. Хороший фронтлейнищий саппорт. Так почему же не купить на него урну? Дело в том, что андаин, как и все саппорты сейчас, не могут просто выбросить 900 голды в урну. В прямом и переносном смысле. Ему нужна мека, глимер, форстаф. И чем раньше появится один из этих предметов, тем полезнее будет андаин. То есть актуальность айтема порой зависит не только от его данных, стоимости, статов, которые он дает, или активок, которые предмет может предложить, но и актуальность героев, на которых тот или иной предмет хорошо выглядит. Также сейчас слишком много альтернативных предметов можно купить вместо урны. Те же барабаны дадут вашей команде мобильность и скорость атаки, которая и в файте даст ДПСа, и пуш-потенциал расшатает. Медалька даст на вашего керри армор, апнутая медалька даст ему армор и скорость атаки, а эти предметы тот еще мусор. Но даже они выглядят адекватнее сегодняшней урны. Вообще, очень часто я заметил тиммейты дерутся за урну. Ну то есть, если она и появляется, то обязательно почему-то сразу у двух тиммейтов. Но я предлагаю вам поучаствовать в более важном сражении. На эпик лут вышло глобальное обновление с новым бесплатным режимом. Гули против подпивасов. Играешь за бару, твоя задача добежать до эсэфа. Играешь за эсэфа, убей бару кайлом и не дай ему добежать до себя. За победу фарми души. И чем больше душ ты нафармишь, тем круче будет твой приз. Играть можно бесплатно раз в час. Ну и не забывай про новый боевой пропуск с простыми заданиями, но классическими наградами. Каждый пятнадцатый квест это аркана, а шестидесятое задание, ДК хук или вот эти вот плечи на эсэфа. И все это бесплатные награды в халявном боевом пропуске. Ссылочку на все это я оставлю снизу. Там же ищи промо на 15% к балансу и доп-бутылек с маной для мини-игры. Но урна не всегда при этом покупается на саппортов. Хорошим примером будет квас векс инвокер, на котором в свое время Тобсон пробился на просцену. Урна, можно сказать, является пауэрспайк-айтемом на квас векс инвокера, потому что с тиком урны и колдснэпом враг проводит значительное время в контроле и получает неплохой урон. Но на замену урны на инвокера пришел метеорхаммер, который дает больше статов, имеет более сильную активную способность, которая дает те же тики, которые работают с колдснэпом плюс станом. Но не все так мрачно, ведь Valve придумали апгрейд урны, а именно vessel. По сравнению с урной, vessel мы можем видеть гораздо чаще, и он реально ощущается как полноценный слот. Предмет стоит уже 3000 золота и имеет улучшенную версию активки урны. И вот если активка дефолтной урны выглядит как что-то безобидное и скорее смешное, что-то, что может пригодиться разве что блинк сбить, то вот vessel уже ощущается гораздо внушительнее. Если применить его на противника, то он уже будет терять целых 4% от своего текущего запаса здоровья, а также получать на 45% меньше хп от любого вида лечения, восстановления или вампиризма. Помимо этого способность наносит 35 урона в секунду. Игроки на баншах и других жирничах при виде vessel у вас или вашего саппорта начинают нервно курить и бояться вас. Однако эффекты предмета не складываются при повторном использовании, и его эффекты имеют приоритет над эффектом урнов shadows при совместном использовании. Важно отметить, что Spirit Vessel отлично подходит для героев, зависящих от исцеления или большого запаса здоровья, таких как Huskar, Lifestealer, Morphling или Alchemic. Активка безусловно крутая, и в некоторых играх будет необходимой, но важно понимать, что она развеивается любым дисполом, а как нам известно, источников развеивания в игре уйма. Лотус Орб, Юл Септор, Абадон, Оракл или Легион Командер, все это нивелирует активку урны, отчего опять же желание покупать предмет сходит на нет. Да что уж там, даже тот же самый Lifestealer снимает урну своим рейджом или ультимейтом. Huskar также ультимейтом снимает активку урны. Alchemic ультимейтом, угадайте что? Правильно, снимает эффект урны. Также, к сожалению, рядовой саппорт не всегда может вынести vessel к условной 20-й минуте, а вражеские коры уже будут иметь БКБ или лотус, и им будет класть на ваш vessel. Из этого следует, что ваш мидер или тройка должны покупать апнутую урну, что может сказаться на их ГПМе и импакте. Что мы имеем в итоге? Предмет, стоящий 900 голды, с уникальной активкой, не покупается в 95% игр, а его улучшенная версия берется лишь против героев, которым нужно выключить их реген слэш вампиризм. Возможно, с приходом нового патча Valve апнут урну и введут мету силовиков, и урна с vessel будут в каждой игре. Но, кто знает, кто знает. И, кстати, не забывайте про мой магазин игровых ключей, где вы можете выбить игровые новинки по типу Atomic Heart или Hogwarts Legacy всего за 300 рублей. Ссылка будет в описании к ролику. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и если он вам понравился, то не поленитесь, подпишитесь на канал, тыкните большой палец вверх и оставьте свой царский коммент. Надолго с вами не прощаюсь, еще услышимся, пока!